Сегодня Беларусьфильм представил рабочие материалы сразу четырех лент. Среди них главный национальный кинопроект года, фильм Купала. Полнометражную биографию песни раз снимали в Вильнюсе, Москве и Минске. К концу сентября планируют завершить монтаж, затем ленту отправят в фестивальное плавание. Читать, писать я не умею, не ходит гладко мой язык. Вот только бежно ору, сей, боя мужик, дурный мужик. Журналистам показали кадры первого молодежного ситкома «Иллюзии». 16 серий с участием начинающих белорусских актеров и музыкантов зритель увидит в октябре. Сейчас киностудия работает над историческим фэнтези авантюры Прантиша Вырвича и военной кинолентой «Судьба диверсанта». Фильм режиссирует Дмитрий Астрахан, его презентуют к 75-летию Победы в 2020 году. Идет и активное сотрудничество с кинозарубежьем. Так осенью на мировой рынок выйдет и международный проект «Уроки Персидского». Это большая серьезная работа немецкая, российская, белорусская. Также мы в этом году начнем съемочный период совместно с компанией «Стармедиа». Это фильм «Фаина» про Фаину Раневскую, большой сериал. С Индией у нас подписано соглашение, где мы будем являться эксклюзивным партнером по организации съемок Белоруссии. Сейчас с 1 по 7 июня будут здесь представители съемочной группы. Окончательно будем решать все вопросы. И если все в порядке будет, то если ничего не поменяется, то в июле сюда зайдут на большие съемки. Белорусс фильм активно продвигает и отечественные фильмы. Нашу анимацию закупают французские телеканалы. Ленты показывают в Корее, Лаосе, Вьетнаме, Австралии.